Приветствую вас в следующем уроке нашего мини курса. Итак, у нас с вами есть магазин, у нас есть категории, у нас есть товары. А значит, давайте посмотрим, как же будет отображаться в пользовательской части непосредственно созданные нами элементы. Вот у нас пользовательская часть, vshop.log, помните, да, мы с вами устанавливали CMS WordPress и, соответственно, главная страничка выглядела у нас следующим образом. Обновляем информацию, смотрим, но по большому счету ничего интересного здесь мы не увидели, то есть ничего не поменялось. Почему? Потому как в качестве главной страницы сейчас используется страница отображения последних записей блога, то есть это последние записи. Мы с вами создали товары, но товары это не записи блога, это некие пользовательские материалы, пользовательские типы материалов, а значит, конечно же, на главной страничке они не отображаются. Поэтому нам необходимо изменить тип страницы, которая используется в качестве главной страницы. Либо же можно отобразить на экране определенное главное меню, которое будет ввести на магазин. Но, как правило, магазин, конечно же, располагается, скажем так, на главной страничке сайта, да, то есть он не располагается где-то на второстепенной странице, он располагается на главной странице, а как раз-таки блог, записи блога, это тот элемент, который можно располагать где-то на дополнительной странице. Поэтому возвращаемся в панель администратора. Сейчас нас интересуют глобальные настройки CMS WordPress, а значит, конечно же, нас интересует главное меню, дальше пункт настройки и его подраздел чтение. Соответственно, в данном подразделе мы с вами видим как раз-таки параметр на главной странице «Отображать». Активированная радиокнопочка – это ваши последние записи, то есть, по большому счету, то, что мы сейчас видим. Нас интересует некая статическая страница, поэтому активируем радио-баттон «Статическая страница» и в качестве главной страницы мы с вами выбираем страницу «Магазин». Вспоминаем, что когда мы с вами активировали плагин WooCommerce, на втором шаге нам показывали те страницы, которые были созданы. И как раз-таки была создана страничка «Магазин». Это, по большому счету, главная страничка нашего магазина. Поэтому выбираем данный параметр. Страница записей нас пока что вообще не интересует, поэтому я вообще не буду изменять данный параметр. Нас интересует магазин. И, соответственно, кликаем «Сохранить изменения». Таким образом, в качестве главной страницы мы выбрали страницу «Магазин». Страница «Магазин», конечно же, доступна в разделе «Страницы». Мы кликаем «Все странички». И вот здесь мы с вами видим «Магазин». Главная страничка нашего магазина. Если нужно, можем перейти на данную страничку и что-то изменить. То есть, можем изменить заголовок, можем изменить краткое описание и так далее. То есть, по большому счету, это стандартная страница. Далее, возвращаемся в пользовательскую часть CMS WordPress и осуществляем обновление. То есть, обновляем страничку. Обратите внимание, мы сразу же видим результат. То есть, у нас уже показываются наши товары. Причем, здесь у нас также добавлены некие виджеты, такие как виджет поиска, виджет свежие записи, некие свежие комментарии и так далее. То есть, это стандартные виджеты, которые располагались у нас вот здесь, вот в правой колоночке. Но, так как шаблон не совсем адаптирован под плагин WooCommerce, то, конечно же, мы видим, что не совсем красиво отображается главная страница. Но, в любом случае, мы с вами видим, что уже магазин наш практически готов. То есть, отображаются товары. Мы можем кликнуть по конкретному товару и перейти на страничку карточки товара. То есть, это страница детального описания товара. Здесь мы видим хлебные крошки, здесь мы видим главное изображение нашего товара. То есть, это то изображение, которое было первое выбрано. Причем, для зуммирования, для увеличения изображения, достаточно навести курсор мыши на данное изображение. Мы видим, что в этом блоке увеличивается как раз-таки выбранное изображение. Ниже располагаются изображения галереи. Мы их также можем просмотреть, вот так вот кликая. И, соответственно, правее от изображения располагается заголовок. Далее цена старая и новая. Что такое старая и новая? То есть, базовая цена и цена скидка, цена распродажи. Далее отображается краткое описание, о чем я вам говорил. То есть, данное поле по умолчанию отображается с правой стороны от главного изображения, под ценой. Вот так вот. Дальше нам сообщают, сколько товаров в наличии. Далее, используя поле, мы можем выбрать, какое количество нас интересует. И кнопочка «Добавить в корзину». Ниже отображается артикул, категория. Под из галереи у нас есть полное описание товара. Далее у нас также есть вкладочка «Отзывы», где можно добавить отзыв или же посмотреть ранее добавленные отзывы. Причем, отзывы здесь имеется в виду рейтинг. То есть, по большому счету, некие, скажем так, отзывы о товаре. Не комментарии к записи в WordPress, а отзывы о товаре. Почему? Потому как, насколько я помню, здесь нет функции «Ответить». И поэтому это отзывы. Комментарии предполагают ответы, некий функционал обсуждения между людьми. А здесь это отзывы, это выставление рейтингов и так далее. Ну и, конечно же, кнопочка «Добавить в корзину». Соответственно, кликаем по данной кнопочке. Товар отправляется в корзину. Мы видим вот такое вот сообщение. Нам указывают, что ровно два товара, выбранное количество было добавлено в корзину. Кликаем по ссылочке «Просмотр корзины», которая здесь же и отображается. И переходим в корзину. Соответственно, мы переходим в корзину. Здесь можно применить купоны. Купоны – это некий скидочный код, введя который можно получить определенную скидку. Опять же, можем отредактировать наш заказ, задать необходимое количество. Если меняем количество, то необходимо кликнуть «Обновить корзину». И без перезагрузки данная корзина будет пересчитана. Вот, когда все устраивает, покупатель кликает «Оформить заказ» и переходит на страничку «Чекаута». «Страницу», как раз таки «Оформление заказа». Здесь представлены определенные наборы полей, заполнив которые и выбрав способ оплаты, можно подтвердить заказ и таким образом осуществить покупку. Таким образом, собственно, процесс покупки будет завершен. Что мы сейчас увидели? Мы с вами увидели, что по большому счету, используя вот такие вот простые шаги, мы с вами сформировали готовый интернет-магазин, который уже работает, который уже готов принимать покупателей и формировать заказы. Причем заказы у нас будут размещаться в админке непосредственно в разделе «Воукоммерс» «Заказы». Вот здесь будут публиковаться все приходящие заказы, которые можно обрабатывать. Соответственно, мы видим, что дизайн достаточно стандартен, достаточно не очень красив. А значит, в следующем уроке я предлагаю поговорить по поводу данной темы, по поводу дизайна. То есть, мы с вами рассмотрим, как устанавливаются шаблончики, где их брать, как их, соответственно, применять, как их активировать и так далее. И таким образом мы увидим, как можно быстро изменить дизайн интернет-магазина «Воукоммерс». На этом данный урок завершен. Всего вам доброго!